Сегодня в Старом Осколе завершился зимний палеотлон в зачет 22-й спартакиады студентов. Молодежь со всех вузов и СУЗов округа состязалась в стрельбе, подтягивании, отжимании и беге на лыжах. Лучшие представят наш город на региональных соревнованиях. Зимний палеотлон в зачет 22-й спартакиады студентов Оскола стартовал в тире 19-й школы. Здесь ребята стреляли из пневматических винтовок по электронным установкам. Расстояние 10 метров, выстрелов 8, 3 пробных и 5 зачетных. Следующий этап – подтягивания и отжимания. Алина Кузьминова – будущий учитель физической культуры. В многоборьях и фестивалях ГТО участвует давно, показывает хорошие результаты. Отжалась 67 раз за 4 минуты. Я всегда, когда еду на соревнования, у меня нет такого настроя, что там победить кого-то. Или главный настрой – это сделать все на тот максимум, который у меня есть. То есть не было каких-то цифр конкретных, никогда нет. Просто максимум. Сдают нормативы студенты уже в частично обновленном бывшем ДК «Железнодорожник». С девизом «главное не победа», а участие согласны далеко не все. В стрельбе, по-моему, 35 или 33. Это очень мало на самом деле. Если выезжать на более высокий уровень, то это, может быть, место шестое в лучшем случае. А отжимания могли бы быть просто условия получше, так как руки разъезжались. Я всего сделала 75 раз, хотя могла бы гораздо больше. Мой основной вид спорта – это лыжи. То есть завтра я себе его покажу. От каждого вуза и СУЗа Старого Оскола выступают команды по пять девушек и пять юношей. Парни, кстати, в себе очень уверены, хотя и не все совершенствуются в конкретном виде спорта. Девять лет плаванием занимался. Четыре года до баскетбола. Сейчас? Сейчас вот у меня баскетбол. Я стрелял 30 и потянулся 18. Я становился на лыжи год назад. Я думаю, что завтра все получится. Во второй день спартакиады проходил бег на лыжах. Именно на этот вид спорта делали ставку многие студенты. Наконец-то зима снежная, чтобы проводить полноценные соревнования. Жаль, только солнце не выглянуло и температура воздуха была на несколько градусов теплее, нежели комфортная для участников. 18-летняя Ольга Родина спортом интересуется с детства. Занималась и волейболом, и баскетболом, и футболом. Теперь покоряет палеотлон. Последняя дисциплина дается особенно сложно. Но с дистанции девушка не сошла. И встречали ее как победительницу. Было очень сложно. На первых метрах я очень устала, но потом открылось второе дыхание и стало легче. Я очень рада, что я все-таки дошла до финиша. Жаль, конечно, что упала в конце, но ничего страшного. То, что я пришла последней, это... Ну, как сказать, дальше больше. В следующем году я обязательно приду, взаимопризовое какое-нибудь место, преодолею себя, буду тренироваться. Дистанции для лыжников стандартные. Два километра для девушек и три для парней. Сто-очковые оценки. Таблица специальная. Вот, допустим, как человек выстрелил на количество очков, подтянулся или девушка сделала изгибание-разгибание руку в поре лёжа, количество очков и бег на лыжах. Количество очков – это сумма всей команды. Оно идёт раздельно у мальчиков и у девочек зачёт. Спортивный, мы только гордимся ими. Отсюда мы делаем отборку и потом готовим на область защищать честь Староскольского городского округа. Из-за эпид-ситуации пока не ясно, когда именно пройдут региональные соревнования. Но наш Центр развития физической культуры и спорта заверил, что староскольские студенты, как пионеры, всегда готовы. Мария Шелепова, Евгения Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал.